В общем, на сегодняшний день у нас большая часть работ ниже нуля выполнена. Ниже нуля – это ниже уровня воды? Ну, по сути дела, ниже уровня грунта. Грубо говоря, все коммуникации, все сети. Сейчас завершены работы по усилению шпунтовой стенки второго ряда. Вот, собственно, видно анкера. Эта часть набережной для прогулок недоступна уже несколько лет. Первые три этапа реконструкции завершились еще в 2019 году. В этом году сроки сдачи четвертого несколько раз переносились. Основным препятствием для строителей стал Амур. Работой в теплое время года тормозил высокий уровень воды. Ну и плюс тому же ситуация, которая была с ковидными ограничениями. Соответственно, рабочая сила у нас подсократилась в Хабаровском крае, включая этот объект. И плюс еще также 2021-2022 год это было существенное увеличение стоимости строительных материалов. По словам подрядчика, сейчас работы на финальном этапе. Скелет искусственного берега набережной полностью возведен. Это стальной трубошпунт диаметром 820 миллиметров. Уходит он на разную глубину, получается, через одну. Есть шпунты 19-метровые, есть 12-метровые. Инженерные сооружения скоро скроются под толщей земли, а сверху появится прогулочная зона. Набережная Амура – место не только для пеших и велосипедных прогулок. Это еще и яхт-клуб. Здесь смогут швартоваться сюда. Куда? А вот прямо сюда. А эту часть ограждения можно будет снять. По контракту ввод объекта в эксплуатацию состоится до конца этого года. Работы финального этапа реконструкции ведутся по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Их стоимость около полутора миллиардов рублей. Анастасия Незнанова, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск.